Все меньше времени остается до одного из главных праздников нашей страны, Дня Победы. В преддверии 75-летнего юбилея телеканал Творского проспекта начинает серию репортажей, посвященных героям Великой Отечественной войны. Каждую неделю мы будем рассказывать об одном человеке, который был свидетелем тех тяжелых для нашего государства лет. Герой первого материала Владимир Николаевич Ливандовский, участник Парада Победы на Красной площади 1945 года. Утром так, моросить мы вышли когда из здания. Моросить начал такой дождячок. Когда нас провезли на площадь, там уже дождь такой шел. На площади грязь такая была. Владимир Ливандовский вспоминает, каким был один из самых значимых дней в его жизни. 24 июня 1945 года. Именно тогда на Красной площади состоялся первый Парад Победы в честь разгрома Советской армии и гитлеровских войск. В торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч военнослужащих. И среди них совсем еще мальчишка-воспитник Калининского Суворовского военного училища Вова Ливандовский. На всю жизнь все это осталось в памяти. Потому что мы стояли, по сути дела, вместе с фронтовиками. Там же все герои Советского Союза. Мы же все видели Жукова, Рокоссовского. Они же приезжали, здоровались с каждой колонной. А мы стояли как раз около Вова Ливандовской башни, вот рядом. Все видно, как Жуков выезжал тут на белом коне. Все это четко так. Однако до этого яркого и торжественного события были долгие и тяжелые три с лишним года войны. Ее Владимир Ливандовский встретил в 10-летнем возрасте. Отец ушел на фронт. И мальчика вместе с братом на лето отправили в пионерский лагерь. Однако осенью ребятам пришлось вернуться в родной Калинин. Вместе с бабушкой они жили в Морозовских казармах. Там же пережидали оккупацию. Конечно, было самое трудное для нас в это время. Особо трудно это пережить вот эти два месяца оккупации. Потому что сложно было. И с питанием голодали. Сложно было во всех отношениях. В какой-то момент Владимира Ливандовского органы опеки даже собирались передать в детский дом. Однако в конце 43-го года было принято решение. Мальчик будет поступать в Суворовское училище. На тот момент военные учебные заведения только-только открывались в стране. И Владимир Николаевич стал одним из первых суворовцев. Начались тяжелые будни освоения военной науки. А когда стало ясно, что Советский Союз побеждает в Великой Отечественной войне, у руководителей государства возникла идея провести парад победы в самом центре Москвы. 800 юных суворовцев стали одними из числа участников. Посчастливилось пройти по брусчатке Красной площади и 14-летнему Владимиру Ливандовскому. Тот день пенсионер вспоминает, едва сдерживая слезы. Мы же потом после парада, несмотря на такая погода, нас отпустили в увольнение. Мы пошли на Красную площадь. Народ ликовал. Это же вообще такое было ликование. Трудно передать словами. Как выяснилось, этот парад стал первым, но далеко не единственным для Владимира Ливандовского. В общей сложности он принял участие в 10 торжественных маршах на Красной площади. Всего службе вооруженных силах он отдал 34 года. Почти все это время рядом с ним была любящая супруга, дети, теперь уже есть и правнуки. Как рассказывает Владимир Николаевич, каждое 9 мая он встречается с особым чувством. С чувством гордости за победу, которую одержали наши отцы и деды. Ну и те все традиции, которые мы продолжили уже в мирный период, в послевоенный период. Мы честно служили, добросовестно. День победы этого года Владимир Ливандовский, как и прежде, планирует отмечать вместе со своей семьей дома в родной для него Твери.